Здравствуйте, уважаемые зрители Красного ТВ! Сегодня в музей Новороссии приехала Богданка, дочь бригады «Призрак». Богданка, привет! Здрасте! Как ты узнала, что есть такая бригада «Призрак»? У меня бабушка лечила одного ополченца из Кировска. Потом мы были у них на свадьбе, а там я уже познакомилась с дядей Лешей. А вы общаться начали с дядей Лешей? А чем он тебе понравился, дядя Леша? Дядя Леша говорил, что он будет строить новую народную власть. Народную власть? А как это народная власть? Это там, где школы бесплатные, учебники дают бесплатно, кормят бесплатно, что в лагере ездят тоже бесплатно. Мне бабушка рассказывала, что народная власть – это там, где живут спокойно дети, все хорошо. Что привело тебя в Петербург? Мы сначала поехали в Москву по приглашению Игоря Ивановича Стрелкова с моей крестной. Крестная мама Оля. Добрый день. А потом мы с моей крестной мамой приехали в Питер к ее друзьям и к моим. Я с ними познакомилась на Донбассе, в музее Новороссии. Теперь я приехала, чтобы их поддержать, потому что хотят закрыть музей Новороссии. Оля, расскажите вы, что произошло, почему музей Новороссии хотят закрыть? Значит, помещение это было предоставлено для пользования, размещения экспонатов, артефактов с Донбасса, для того, чтобы люди не забывали об этой войне на Донбассе. Но владелица этого помещения стала требовать арендную плату. То есть договор был сначала без арендной платы, потому что в музей приходят люди бесплатно, не платят никакие входные билеты. То есть он существует на пожертвовании и на энтузиазме содержатся именно создатели музея. Я являюсь одним из тех, кто привозил артефакты, либо передавал артефакты с Донбасса. Вот для меня эта тема очень важна, потому что я с ребятами дружу уже почти два года. И с самого начала я знала, как это всё оформлялось, как это всё возводилось. Сейчас необходимо либо это помещение оставить дальше, чтобы оно было как музей, потому что оно уже здесь существует, скоро уже будет как два года, либо чтобы нам предоставили другое помещение, но тоже без арендной платы, потому что арендную плату мы не можем платить. Сегодня я была в музее Новороссии. Я видела портреты, рисунки, фотографии погибших и разорвавшиеся снаряды, пули. И фотографии дяди Лёши Музового, тети Ани и всех погибших. Музей нужен как память о тех людях, которые погибли или нет? Как ты считаешь? Да, музей Новороссии очень нужен, потому что... Чтобы... Чтобы его дети видели, да? Да, чтобы его видели дети. Там сейчас погибают люди. Очень страшно. Дети сидят... Дети сидят в подвалах. Их разрывают минами. Да погибают все люди. Это вообще очень страшно. Благодаря, Жанечка, ну не плачь, пожалуйста. Я уже не плачу. Когда в 2014 году бомбили, когда она сидела в подвале со всей семьей, когда она все это пережила, тем более она увидела фотографию мозгового, которого она обожала просто, который должен был прийти к ней на день рождения 24 мая, а накануне он погиб. Она плакала. И вот сейчас то же самое происходит сейчас с ней, потому что это как новая волна. Она все это увидела. Вот тут получается буквально... Пусть этот год, но он был немножко спокойным, то есть Алчевск не бомбили. А сейчас, увидев все это, на нее опять нахлынули воспоминания. И сейчас ей просто больно. И она плачет, ей больно. За людей, которые погибли, которые сейчас страдают, и которые еще могут погибнуть. Это нужно останавливать. Без общественности мы не сможем остановить эту войну на Донбассе. И мы не сможем помочь людям на Донбассе. Музей Новороссии необходимо сохранить. Сохранить, потому что сюда приходят люди, которые нуждаются в помощи. Это беженцы в первую очередь. И люди, которые хотят узнать правду о событиях, которые происходят на Донбассе, происходили в 2014-2015 году. Все очень устали от этого перемирия. Никто не может понять, что происходит. Несмотря на то, что перемирие, на окраинах границ бомбят люди, подрываются на растяжках, на минах. Погибают люди. Об этом не говорят в СМИ. Но это происходит ежедневно. Может быть, да, там грады не бьют, как раньше это было в 2014 году. Но от мин гибнут люди. От минометов. Не секрет ведь, что в Донецкой Народной Республике постоянно бомбят. В ЛНР немножко полегче, но тем не менее то же самое происходит. Люди теряют конечности, подрываясь на растяжках. Я знаю, что ты пишешь в СМИ. Расскажи нашим зрителям стихотворение, самое свое любимое. Расскажи то, которое на 9 мая ты рассказывала. Называется Гори Донбасс, Гори Донбасс, Лиза Донбасс, Былает в нашей степи, Рыдает мать, Жена в слезах, И гибнут наши дети, Идет нацист, Ползет в Рда, Сметает все живое. Прости нас, мальчишка, земля, За что творят такое? Не покорить Рыган Донбасс, Народ не ставит на колени, И будет мир, И будет мать, И будут бегать дети. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»